Садовые герои. Как и обещали в одном из прошлых видео, сегодня мы поговорим о растениях, которые с благосклонностью относятся к глинистым грунтам. Только это совсем не значит, что на рыхлых воздухопроницаемых грунтах эти растения расти не будут. Или будут чувствовать себя угнетенно. Будут. И еще как. Список получается немаленьким. Поэтому я не буду долго останавливаться на самих растениях. Лучше потом каждому мы посвятим отдельный сюжет. Начнем с многолетников. Первое растение, о котором пойдет речь, это астра. Астра всем известное растение, пик декоративности которого приходится на осень. Они крайне разнообразны по цветовой гамме. Белые, розовые, лавандовые, тиолетовые и, конечно, красные. И подойдут любые почвы. Могут мириться даже с полутенью. Вот только зимуют у нас не все виды. Поэтому чаще их используют как однолетняя культура. Следующий спартане, смирящийся с тяжелыми грунтами, это солидага или золотарник. Многие считают это растение сорняком, так как ареал солидага обыкновенного очень обширен. Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Европа. Но, во-первых, золотарник обыкновенный не единственный представитель своего рода. Во-вторых, сейчас много сортов этого растения. А в-третьих, если его правильно обыграть, то вроде бы даже ничего. Еще одно растение, которое тяжелыми грунтами не испугаешь. Это черноглазая сьюза. Так в Америке, откуда родом это растение, иногда называют рудбекию. Также, как и астра, она имеет очень богатую палитру цветов. Только вдобавок ко всему еще зимует отлично. Следующее растение – это перовские. Его еще называют русским шалфеем или иногда попадаются под названием «русский мудрец». Очень красивое и изящное растение, которое ничуть не смущает горячий сухой климат и раскаленная глина. Кое-где русский шалфей признан даже агрессором. Это растение будет великолепно смотреться среди роз, лаванты или злаков. Однако, в Ленинградской области и наверняка в Московской перовские не зимуют. Уж больно у нас сыро. Но я все чаще и чаще встречаю ее в цветниках, как однолетнее растение. Уж больно красив этот русский шалфей. А вот следующий многолетник вполне себе хорошо растет на тяжелых грунтах и прекрасно зимует в наших садах. Это лилейник. Уверена, что все знакомы с ним. А многие имеют даже небольшие коллекции. Только посмотрите, как много интересных сортов. И еще одно растение все прекрасно знают. Но пока что оно редко встречается в цветниках. Помню, ребята из Молдовы все удивлялись. Мы им коров кормим, а вы деньги за него платите и в сад тащите. Если вы еще не догадались, то речь идет о тысячелестнике. Отличное крепкое растение, прекрасно справляющееся с тяжелыми грунтами и недостатком воды. Я, конечно, не имею в виду видовой тысячелестник, хотя он тоже прекрасен. Но сейчас очень много сортов этого растения. Цветы, собранные в щитковитные соцветия, имеют разнообразную окраску – желтую, красную или даже кирпичную. Еще одно интересное растение, правда оно больше подходит для юга России – это просо. Одна из самых уникальных декоративных трав. Почвы абсолютно любые – влажные, сухие, глинистые. Несмотря на то, что это злак, растет даже в полутине. Кроме нежных колосьев, качающиеся на ветру, у проса есть сорта с интересной окраской листьев. К примеру, у Heavy Metal она сине-зеленая. Есть сорта с оттенками красного или бордового. Жаль, что это растение не для нас. Еще одно растение, зацветающее под конец лета и являющимся магнитом для бабочек – будлея? Нет, я не имею в виду будлею, я имею в виду и хиноцею. Хотя она и любит дренированные почвы, но к глине относятся вполне терпимо. Не устали? А ведь я только начала. Следующий многолетник, образующий целые ковры на тяжелых почвах, родом из Англии. Это многолетняя герань. Причем есть виды, цветущие весной, а есть цветущие почти все лето. Ложный подсолнух или гелиопсис мерятся не только засухой, но и с тяжелыми почвами. Яркий, красивый, с желтыми цветами гелиопсис поднимет настроение в пасмурную погоду. А к гехерии хости у нас есть отдельные сюжеты. Они, конечно, любят рыхлые влажные грунты, но их можно отнести к растениям, растущих на тяжелых грунтах. Что у нас еще осталось? Конечно, пылающая звезда – леатрис. Несмотря на то, что это растение прейри, он прекрасно чувствует себя у нас в садах. Леатрис встречается как с фиолетовыми, так и с белыми соцветиями. Еще одно растение – пчелиный бальзам или монарда. Многие считают его старомодным, но это все зависит от того, где и с кем вы ее посадите. Зато какая цветовая гамма от розового до красного, от лавандового до фиолетового. Оседумы. Осенняя радость. Мы ведь совсем про них забыли. Это засухоустойчивые многолетники, которые хорошо растут на всех видах почвы, даже на тяжелой глине. Просто помните, что им необходимо солнце. Тень и полутень – это не для них. Ну и напоследок мискантусы, злаки которых словно светятся в конце лета и осеннем солнечном свете. Эта декоративная трава растет почти где угодно – от сырой почвы до испеченной солнцем глины. Главное – подобрать зимующие виды. Этот список можно продолжать долго. Я еще не упомянула баданы, барвинок, да много кого еще забыла. И это только многолетние цветы. А ведь есть еще кустарники, деревья и кое-что из хойных. Глинистая почва – это не страшно. На ней много что растет. Ее можно со временем улучшить, регулярно рыхляя и добавляя органику. Думаю, что вы и не догадывались, что многие растения, о которых мы упомянули, могут расти в глинистом грунте. Вот только учитывайте один момент. Если в зимостойкости вида у вас есть сомнения, не высаживайте его в тяжелый грунт. Такие растения имеют больше шансов перезимовать в рыхлой, хорошо дренированной почве, нежели в тяжелой, долго оттаивающей и плохо прогревающейся глине. Это же касается и тенистых мест. В тени вегетация начинается позднее, а в глинистой и тени еще позднее. На этом все. В следующих сюжетах мы расскажем о кустарниках и деревьев, растущих на тяжелых грунтах. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!